Хорхе Луис Борхес. Циклическое время. Я вечно возвращаюсь к вечному возвращению. Ниже я попробую, не без помощи нескольких исторических иллюстраций, определить три его основные разновидности. Первую приписывают Платону. В 39-м параграфе Тимея он утверждает, что все семь планет, стоит лишь уравнять скорость их вращения, возвратятся к своей отправной точке. Полный оборот, составляющий совершенный год. Цицерон, о природе богов, книга вторая, полагает, что вычислить этот огромный небесный период непросто, однако он, разумеется, не беспределен. В одном из своих утраченных сочинений он определяет его в 12954 того, что мы именуем годами. Тацит, диалог ораторов 16. После смерти Платона в Афинах распространилась иудейская астрология. Эта наука, как всем известно, утверждает, что судьба людей зависит от расположения звезд. Некий астролог, не без пользы штудировавший Тимея, сформулировал такой безупречный аргумент. Если планетарные периоды цикличны, то циклична и всемирная история. В финале Платоновского года родятся те же индивиды и повторят ту же судьбу. Века приписали эту гипотезу Платону. В 1616 году Лучильо Ванине писал «Вновь Ахилл отправится в Трою, вновь возникнут ритуалы и религии, повторится история человечества. Нет ныне ничего, чего не было бы раньше. То, что было, сбудется вновь, но только в целом, не в частностях, как считает Платон, де адмиралис натурая арканис о восхитительной природе небес. Диалог 52». В 1643 году в одном из примечаний к первой книге «Религию Медичи» Томас Браун писал Платонов год, Plato's year, есть многовековой период, по истечении которого все вещи возвратятся к своему первоначалу, и Платон в афинской школе вновь изложит эту доктрину. В этом первом понимании вечного возвращения доказательства астрологические. Второе связано со славой Ницше, его пламенным изобретателем и пропагандистом. Основано оно на алгебраическом доказательстве, на том, что число предметов, атомов, согласно Ли Баяне, сил, как у Ницше, простых тел, как у коммуниста Бланки, не способно на бесконечное число комбинаций. Из трех доктрин, мной перечисленных, наиболее убедительна и заумна та, что принадлежит Бланке, как и Демокрит, Цицерон, ученые вопросы, книга 2-я, 40, он заполняет сходными и не схожими мирами не только вечность времени, но и беспредельность пространства. Его книга, изданная в 1872 году, носит прекрасное название «Л'Этерните Палеастре» – «Вечность по звездам». Задолго до него появляется лаконичный, однако исчерпывающий пассаж Дэвида Юма. Он содержится в Dialogs Concerning Natural Religion, 1779 год, который пытался переводить Шопенгавр. Насколько мне известно, до сих пор на него никто не обращал внимания. Воспроизвожу дословно. Представим себе материю не бесконечной, как у Эпикура, а конечной. Конечное число частиц не знает бесконечного числа сочетаний. При вечном движении любой мыслимый порядок и расположение повторятся бесконечное число раз. «Наш мир во всех своих проявлениях, вплоть до самых ничтожных, был создан и уничтожен, и будет создан и уничтожен заново, и так до бесконечности». Dialogs 8 Об этом непрерывном цикле тождественных всемирных историй Бертран Рассел высказывается так. «Многие писатели считают историю цикличной, а современное состояние мира со всеми его мельчайшими подробностями, рано или поздно повторяющимися вновь». Как формулируется эта гипотеза? Допустим, последующее состояние численно соответствует предыдущему. Сказать, что одно и то же состояние наступает дважды, нельзя, поскольку это равнозначно в введению хронологии. Since that would imply a system of dating. Что противоречит условию. Ведь если некто совершает кругосветное путешествие, не говорят, что пункт отправления и возврата различны, но весьма сходны. Говорят, что это одно и то же. Гипотеза о цикличности истории может быть сформулирована следующим образом. Возьмем множество обстоятельств, одновременных некоему определенному обстоятельству. В некоторых случаях все множество оказывается предшествующим самому себе. An inquiry into the meaning of truth. 1940, страница 102. Перехожу к третьей интерпретации вечных повторений. Менее пугающей и сентиментальной, но единственно вообразимой. А именно, к идее подобных, но не тождественных циклов. Невозможно составить нескончаемый каталог ее авторов. На память приходят дни и ночи Брахмы, периоды неподвижными часами, которых служили пирамиды, медленно стирающиеся от приходящегося раз на тысячу и один год прикосновения крыла птицы, люди Гесиода, убывающие от золота к железу, универсум Гераклита, зачатый в огне и периодически пожираемый огнем, мир Сенеке и Хрисипа, его уничтожение в пламени, его обновление в водах, четвертая буколика Вергилия и ее восхитительный отзвук у Шелли, книга «Экклезиаста», «Теософы», «Десятичная история», предложенная Кондросе, Фрэнсис Бэкон и Успенский, Джеральд Хэрд, Шпенглер, Вико, Шопенгауэр, Эмерсон, Фэрст Принципал Спенсера и Эври Капо. Из такого изобилия свидетельств выберу одно, принадлежащее Марку Аврелию. Цитата. И будущее терять нельзя, потому что нельзя ни у кого отнять то, чего у него нет. Поэтому помни две вещи. Первое, что все от века единообразно и вращается по кругу, и безразлично, наблюдать ли одно и то же сто лет, двести или бесконечно долго. Если вдуматься серьезно в эти строки «Ид эст», то есть, если не вменять им в вину примитивную назидательность или поучение, мы увидим, что они предлагают, предполагают два любопытных соображения. Первое – отрицание реальности прошедшего и будущего. Его подхватывает следующий под Сашей Шопенгауэра. Форма проявления воли – не прошедшая, не будущая, только настоящая. Первые два существуют лишь для действия и за счет развертывания сознания, подчиненного рациональному принципу. Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в будущем. Второе – отрицание, как у экклезиаста, какой бы то ни было новизны. Гипотеза о том, что все человеческие судьбы, в какой-то мере, сходны, на первый взгляд покажется простым умолением мира. Если судьбы Эдгара Алана По, викингов, Иуда Искариоты и твоя, читатель, таинственно совпадают в одной, единственно возможной судьбе, то вся мировая история – это история одного человека. Строго говоря, Марк Аврелий не навязывает нам этого загадочного упрощения. Однажды я придумал фантастический рассказ духа Леона Блуа. Некий теолог посвящает всю свою жизнь провержению некого ересиарха. В хитроумных спорах он берет над ним верх, разоблачает его, требует его сожжения. Попав на небо, узнает, что для Бога он и ересиарх были одной и той же личностью. Марк Аврелий утверждает подобие, а не тождественность множества индивидуальных судеб. С его точки зрения, любой промежуток времени, век, год, одна единственная ночь, и, вероятно, ускользающее настоящее, содержит в себе всю историю целиком. В предельной форме эту гипотезу легко опровергнуть. Один привкус отличен от другого. Десять минут физической боли не равны десяти минутам алгебры. В применении к большим периодам, к семидесяти годам нашего возраста, обещанным книгой псалмов, эта гипотеза правдоподобна и терпима. Она сводится к утверждению, что множество ощущений, эмоций, мыслей, превратностей и человеческой судьбы ограничено, и мы истощаем его задолго до нашей смерти. И вновь Марк Аврелий. Цитат. «Кто видит нынешнее, все увидел, что и от века было, и что будет в беспредельности времен». В эпоху расцвета гипотеза постоянства, неизменности человеческого существования огорчает либо злит. В эпоху упадка, такую как наша, она залог того, что никакой позор, никакое бедствие, никакой диктатор умолить нас не смогут.